доброго утра дорогие мои вот сегодня во вторник один роличек думаю с утра сделаю и поеду это бы не сделал бы я думаю последнее время и так много уже снял роликов но буду снимать только на хорошие какие-то темы но вот этот ролик не хотел бы оставить без ответа это от моего подписчика предложение да и мне вот как видите комментариях предлагает для увеличения моих подписчиков разные методы во всех там сайтах чтобы я обратился к ним они помогут мне поступает и предложение по ватсапу по мессенджеру чтобы как говорится как поднимать подписчиков вы знаете есть рыба натуральная которая выросла на природе природных условиях форель есть искусственно выращенные форель у обоих обе называется форелями но у искусственно выращенные форели вкус совсем другой она как дерево можно сказать а свободно который выросла форель она вкуснее и полезнее также человек если человек что-то делает искусственно да пусть даже она будет большая но она не будет настоящей она не будет это самое как говорится вкусное понимаете сейчас много методов правильно сказать один из методов вот мой подписчиков чтобы я тоже наподобие некоторых подписчиков на некоторых блогеров приглашал бы блогеров анталии какой-нибудь ресторан или какой-нибудь столовую или как кафе не кафе что я там короче чтобы замелкнул в их них этих страда ко мне подписчики повалят конечно это можно сделать сейчас на халяву кушать знаете все гораздо на халяву и потом знаменитых я здесь не видел блогеров я их не видел может вы видели я их не видел понимаете вот вообще youtube есть но здесь знаменитых таких здесь есть блогер просто который информационщики которые вы ему обычно я лично смотрю большинство этих роликов ни о чем понимаете вот я столько смотрел вроде бы я понимаю в жизни но как я пересили в себя чтобы поднять подписчиков приглашу кого-нибудь как говорится давайте накрою я вам стол а вы мне раскрутите мой канал не ребят спасибо я этого не смогу сделать никогда я тогда перестану быть самим собой понимаете вот тогда меня и уважать перестанут я уже вам один раз говорил своих роликов вы мне однократных предлагаете чтобы как увеличить подписчиков после меня будет вот такой как у меня один знакомый сказал вот такой авторитетно чтобы это был чем вот такой фальшивый понимаете поэтому на это я пойти не смогу я с голоду не умираю чтобы увеличить подписчиков увеличит просмотры вот поэтому я на такой никогда не пойду лучше я пойду где-нибудь кирпичи буду таскать о раствор буду мешать кому-нибудь блин машину по мою заработать то будет честнее мой хлеб чем вот таким методом понимаете я на такой никогда пойти не смогу я же говорю вот такой упертый родился да я поэтому спасибо эти методы не для меня искусственно поднимать за подписчиков искусственно поднимать просмотры приглашать каких-то других блогеров у кого больше много подписчиков чтобы они мне тоже между поеданием как говорится колбасы чтобы сказать подпишитесь пожалуйста на на нашего товарища тоже ахмеда и вот так вот это это для меня будет это смертельно будет если кто-то скажет из этих блогеров да вот если я их приглашу и они между прочим просто между прочим даже скажут да подпишитесь на ахмеда за то что он нас это для меня будет как смертельно как пуля понимаете поэтому спасибо за ваше предложение я всегда работали индивидуально своей головой о без подготовки без подготовки я не люблю вот эту подготовку где-нибудь куда нам пойти например с с кем-то какую-то интервью делать я готовлю заранее тексты я свое время мне когда еще не было даже 30 лет я когда писал в газеты областные газеты выходили мои статьи во времена перестройки вот по предпринимательства всем этим моими советами воспользоваться очень много я это статьи писал сходу потом моей жены спрашивали были такая красивая статья год хорошая статья умная очень долго готовился на да нет готова сидел год течение десяти минут раз нашлепал горды отнес вам он как ничего это вы понимаете когда вот это место работает да а я же говорю я свое время до 10 класса всю поселковую библиотеку всю прочел библиотеку все книги потому что у отца было такое требование чтобы он говорил что и сильный сын ему нужен и умный он говорил сильный одолеет одного а умный десятеры поэтому мне это пригодилось вот это все а книга это самое святое это сейчас их мечта я сейчас их выбрасывать мусорку мое время учились читали все книги миллионные тиражи были вот этот библиотеках даже поселков библиотека были миллионные тиражи книг на все темы а я между тем когда еще в школе еще баранов пас учил и читал эти книги поэтому это все мне пригодилось в дальнейшем жизни и сейчас наше время тоже нужно людям умные умные говорите разговоры умные советы да и потом за восемь лет проживания здесь мне не надо ничего придумывать художественном виде я потому что все реалии видел здесь я рассказываю на все темы на покупку недвижимости как это на отношении про замужество женитьбу вот это про все как бюджетно жить я вот вчера рынок показывал вам цены вот как можно и коммуналке тоже самое чтобы платить бюджетных меньше чем даже в россии намного все можно все можно я за восемь лет все эти все 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 это параметры жизни здесь изучил поэтому я с вами делюсь я думаю что это вам будет полезно вот я думаю что это вам пригодится знаете говорят же лучше человек который пережил все это вот человек уже знает что говорит так что вот такие дела вот за то что вы отправляли мне отправляете вот предупреждаете о негативах некоторых то про кавычках друзья которые промыкают иногда и не к вашим и не к этим там я это знаю я я еще раз говорю что мне уже 60 будет скоро я же привык что большинство людей которыми я общался которые сидели за моим столом они с моего стола вставали уходили туда где на меня извини и гадят и все чтобы это сам понравится к потому что та сторона вот какая похабность не было знаменитый много понимаете вот и отправляли скрины скрины это вы мне отправили спасибо да я это уже уже к этому привык я уже понимаете я уже к этому привык я уже вам один раз про это говорил кого можно назвать другом по можно назвать братом по можно за просто знакомым таких знакомых очень много я уже узнаете моя одна подписчица хорошая она когда про это узнала она гордя уже сама год перестала верить людям после такого как ты гадят об этих людях говорил говорит таким восхищением теперь я сама гордя стала гордвер людям хотя ей тоже под 60 о нагаде уже совсем не верить людям это тоже не то но вот время сейчас такое что уже верить стало опасно совсем опасно хотя вы знаете вот такие мелкие то когда ты честно в этой жизни живешь это ерунда на это я смотрю иногда да удивляешься но уже не так как те времена когда у как это сейчас я уже да 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 это тоже окажется а это тоже так уже все понимаете прохожу мимо как слон говорят будь как слон понимает в этой жизни сейчас надо быть как слон понимаете пропускать через себя просто так понимаете вот поэтому я тоже видел ну и пусть ночью она ему пять рублей что ли даст нет конечно за то что предупреждал там туда нет конечно не даст она ему ни пять рублей ни пять копеек пусть отправляет пусть это так что спасибо вам за то что вы в живьем участвуете в жизни канала вот я благодарю бога что у меня есть такие друзья как вы пусть маленькая вот столичка но они есть это намного это самое алмаз тоже маленький но он ломает все вот таким алмазом бурят глубины выдержит высокой температуры потому что вот это бурах нефтяных вот это конце всегда алмазы алмазом маленьким техническом а называется потому что она выдерживает большие нагрузки и также вот маленький вот тут мало будет друзей но они будут крепкие понимаете вот это настоящая сила они вот такая фальшивая вата понимаете взял и погорел при одной в спичке спички пуф и все нет его как буду снимать буду радовать буду вам рассказывать что-нибудь я думаю что скучно не будет всех вам благ хорошего понедельника во вторник пока